Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Найти и обезвредить. Межведомственная комиссия накрыла две незаконные точки с алкоголем Витязева. Больше десятка протоколов получили и другие предприниматели. Самое главное, что это важно и полезно для детей. Учение свет. Краевые энергетики преподали юным отдыхающим урок по электробезопасности. У арбуза должен быть зеленый хвостик. Это однозначно должен быть, потому что он свежесобранный арбуз будет. Для кого Анапа ягодку растила? Как анапские бахчеводы балуют туристов привычными красными и экзотическими желтыми арбузами? В муниципалитете продолжается установка детских игровых площадок. Комплексы получат все сельские округа. Это подарок анапским детям от законодательного собрания края. Ряд округов уже получил долгожданные площадки. В других установка продолжается. В хуторе «Рассвет» новую площадку уже проверяет на прочность местные детвора. Теперь ребятам есть где проводить время не только с удовольствием, но и с пользой. Кроме горок, площадка оборудована спортивными элементами. С площадкой хорошо. Мы теперь всегда здесь играем с друзьями. На площадке в поселке Суко рабочие наносят последние штрихи. Покататься с горок дети смогут уже сегодня вечером. На монтаж одного такого комплекса уходит порядка 4-5 часов. Ранее на этом самом месте стояла другая детская площадка, сваренная из листового железа и арматуры. Тут была какая-то площадка. Ну, уже пришла в негодность. Как говорится, усталость металла поржавела. И довольно-таки сварена она, сделана она довольно-таки опасная для детей. Ну и решили поменять все это дело. Подобные площадки получат все сельские округа. На эти цели средства выделил спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Первым этапом в городе и районе установят 11 детских площадок и два тренажерных комплекса. В рамках второго транша в селах установят еще более десятка площадок. У нас всего, получается, будет два транша. Первый транш – это 2 миллиона, и второй транш – это тоже в количестве 2 миллионов. Первые, вот данные мероприятия, которые выполняются на сегодняшний день, они проходят в рамках первого транша. Установка площадок на личном контроле у главы курорта Юрия Полякова. Проект для Анапы беспрецедентный и очень нужный, особенно для сельских жителей. Именно села получат большую часть детских площадок. В городе установят 5 игровых и 2 тренажерных комплекса. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. 16 административных протоколов и изъятие порядка 100 литров алкогольной продукции. Итог очередного рейда межведомственной комиссии. В нее вошли сотрудники полиции, управления торговлей и муниципального контроля. Возглавил рейд заместитель мэра города Эдуард Балмышев. На улице Красноармейская местные предприниматели организовали столовую прямо на парковке и тротуаре. Захват муниципальной территории, нарушение правил благоустройства и норм по безопасности дорожного движения. Собственницы выписывают административный протокол. Муниципальную землю придется освободить. Поезжая часть – это элемент дороги. Бар – это элемент дороги. Парковка – это элемент дороги. Все это соответствует дороге. На дороге ничего не должно быть, кроме технических средств организации дорожного движения. То есть познания, преднаграждения, но никак не столовим для общих. В этой точке те же нарушения. Соответственно, владельцу штраф – объект на демонтаж. Составляются материалы по части 3.2.608 закона краевого за нарушение занятия муниципальной земли. Также сотрудниками ГАИ оформляются постаколы по их направлению. И все, что стоит на муниципальной земле, будет либо в добровольном порядке отсюда ликвидировано, либо будет вывозить с нашего репестра. В ходе рейда комиссия пресекла и незаконную торговлю алкоголем. В одном случае пивом, в другом – крепкими напитками. Продукция реализовывалась в нестационарных объектах, что запрещено законом. Всего изъято около 100 литров. Рейды межведомственной комиссии продолжатся. Незаконную торговлю спиртным пресекла комиссия и в курортной части города. Кроме того, протоколы выписали и на предпринимателей, торгующих без соответствующих разрешений. Улица Красноармейская – проход к морю возле речки Анапки, район оживленный. Именно такие места привлекают недобросовестных предпринимателей. Один из них развернул торговлю спиртным, а точнее суррогатом, прямо из багажника авто. Нарушителю грозит штраф. Нелегальная торговля пресечена. Муниципальная территория освобождена. По решению административной комиссии назначаются штрафы для физических лиц в размере 4 тысяч рублей, для должностных лиц в размере 10 тысяч рублей и для юридических лиц в размере 30 тысяч рублей. Штрафы, конечно, бьют по карману нелегальным торговцам. Но не всех это останавливает. Так, в обход правилам и нормам две предприимчивые гражданки торговали на территории общего пользования. В ходе выявленного мониторинга выявлены факты нарушения по несанкционированной торговле. По каждому факту несанкционированной торговли были составлены протоколы и переданы на рассмотрение в административную комиссию. Торговать на муниципальных территориях, особенно на тротуарах в городе-курорте, категорически запрещено. Кроме того, в ходе рейда десятки предупреждений вынесено за выкладку товара на муниципальную территорию. Если предприниматели не будут торговать в рамках закона, в следующий раз заплатят штрафы. С этого года стоимость набора социальных услуг для льготных категорий граждан превысила тысячу рублей в месяц. Федеральные льготники имеют право выбора – получать помощь в натуральной форме или в виде единовременной денежной выплаты. По информации Пенсионного фонда, в последнее время число желающих получать услуги именно деньгами возросло. Однако, как показывает практика, такое решение часто оборачивается не в пользу самого льготника. Почему – разбирались наши корреспонденты. Путевка в санаторий, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также жизненно необходимые лекарства. Все это федеральным льготникам дает государство. Лекарства, внесенные в список, пациенты могут получить в аптеке совершенно бесплатно по рецепту врача. У меня почечная недостаточность, я на диализе. И каждый месяц я получаю драгоценные лекарства для диализа, диализные лекарства. И кроме этого для гемоглобина и поэтин получаю. Ирина Алаян на себе прочувствовала разницу между натуральными услугами и деньгами. Стоимость необходимых ей лекарств превышает размер единовременной выплаты. И таких случаев много. Люди отказываются от бесплатных лекарств в пользу денег, но после, приобретая те же самые необходимые медикаменты, понимают, что компенсация не покрывает расходы, а отказаться от выплат в пользу натуральных соцуслуг можно только в следующем году. Мы настоятельно рекомендуем не отказываться, потому что данный пациент будет социально защищен и при необходимости может воспользоваться данным соцпакетом для того, чтобы получить те жизненно необходимые для него лекарственные средства, которые, поверьте, очень дорого стоят. С 1 февраля текущего года стоимость набора социальных услуг составляет 1075 рублей. Получать ежемесячные выплаты можно, подав заявление в пенсионный фонд либо МФЦ. Прежде чем отказываться от набора социальных услуг, в частности от лекарства, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, так как в случае острой необходимости в лекарственных средствах получение этой части и получающие этой части деньгами граждане могут вернуть только со следующего года. Право на социальный пакет оставили почти 4,5 тысячи анапчан, в то время как ежемесячные выплаты получают более 16 тысяч человек. Вернуть себе право получать льготные услуги можно со следующего года, составив повторное заявление. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион. Хлеб из Анапы получил российский знак качества. Высокой оценке удостоился батон южный анапского хлебокомбината. Эксперты Роскачества провели масштабное исследование белого хлеба разных российских производителей. Среди лучших, соответствующих всем стандартам качества и продукции анапского хлебокомбината. Хлеб проверяли на наличие фосфатов, броматов и консервантов, а также пестицидов и картофельной палочки. В качественном мякише всего этого быть не должно. Эксперты побывали и в цеху анапского хлебокомбината, исследовали санитарное и техническое состояние производства, отследили сам процесс выпечки. В результате хлебный продукт соответствует всем требованиям. Батону южный официально присвоен российский знак качества. Урок электробезопасности прошел во Всероссийском детском центре «Смена». Специалисты Кубани Нерго напомнили юным отдыхающим простые правила, которые оградят от опасности. Ребята примерили на себя специальную экипировку, а также спасали условного пострадавшего. Это называется бусинный шаг. Не отрывая от земли вообще ноги, и чтобы большой палец ноги, пятый, и вот так вы продвигаете. То есть, чтобы не было вообще, у вас не поднимались ноги. И таким образом вы выходите из зоны вот этого риска. Воспитанникам Всероссийского детского центра «Смена» рассказывают о том, что делать, если на земле лежат оборванные провода линии электропередач. Отходить таким образом нужно на 8-10 метров. Воздушного змея или планер лучше оставить на проводах, а маме, чтобы не ругалась, объяснить, насколько опасно его доставать. Не стоит играть возле трансформаторной будки и уж тем более заходить вовнутрь. В Кубани-Энерго разработали несколько программ по возрастным категориям. Тем, кто постарше, сегодня рассказывают, что нужно быть внимательными, заряжая мобильный телефон, иначе может начаться пожар. А делать автопортреты, селфи на объектах промышленной энергетики и вовсе опасно для жизни. Помладше, там больше идут, если, допустим, начальная школа, детский сад, там больше игры как раз идут. Попробовать стать, изобразить электрический ток или еще что-то. Детская аудитория, она всегда достаточно такая доброжелательная. С ними очень легко работать и интересно. Сегодня огородить детей от электричества невозможно, поэтому единственный выход – объяснять и учить. Лучший способ – интерактив. Лес рук, желающих помочь Гоше. Такое имя тренажеру дали в юго-западных электросетях. Если все сделано верно, то загорится сигнал, что сердце вновь заработало. Москвич Артем Аркатов управился за считанные секунды. У него мама – медик. Сам планирует стать полицейским. Уже сейчас, в случае необходимости, готов оказать первую помощь. По его словам, главное – движения уверенные, но при этом выверенные. Первый раз его вижу, тренажер. А хитрость в том, что там надо нажимать сильнее, чем говорят. Вот лежит человек, надо нажимать прям вот так вот, чтобы он чуть-чуть прогибался. Энергетики проводят занятия в школах и детских садах, пока идет учебный год, летом – в детских лагерях. С сентября прошлого года на таких уроках побывали порядка 6,5 тысяч юных жителей и гостей при Черноморье. Мне очень все понравилось, и самое главное, что это важно и полезно для детей. Разупрежден, значит, вооружен. Мы очень часто пользуемся электричеством, мы заряжаем телефоном, наша жизнь завязана на этом. Поэтому нужно рассказать детям, важно рассказать детям, что это в первую очередь не только полезно, но и бывает опасно. Казалось бы, простая задача – вернуть флажок в подставку. Так юные отдыхающие могут представить себе, каково это – работать в большой энергетике. Возможно, кто-то из них выберет для себя именно эту профессию. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе в самом разгаре арбузный сезон. В этом году он начался раньше. Сочная спелая ягода на рыночных прилавках появилась уже в июле. Бахчевые культуры активно выращивают в муниципалитете. А некоторые фермеры даже разводят экзотические сорта арбузов и дынь. Как правильно выбрать спелую ягоду-рекордсменку и чем удивляют туристов анапские фермеры – в сюжете. Зеленый снаружи, желтый внутри. Ягоды сорта «Шампань» выращивают под ласковым анапским солнцем не в первый год. Он такой же вкусный, как и его розовый собрат, но меньше косточек и нежнее мякоть. Также в экзотическом арбузе меньше сахара, поэтому он рекомендован к питанию диабетиков. Такой гибрид получается в результате скрещивания с другими фруктами и овощами. Манго, морковь, тыква – у каждого селекционера свой особый ингредиент. Пробовали. Очень вкусные. Сладкие они. Необычные. Они помягче, что ли. Не такой насыщенный вкус. Ну, мне так кажется. А это знакомый с детства всем любителям сахарной ягоды сорт «Користан». Из маленькой семечки до спелого арбуза в несколько килограммов ягода вырастает всего за 85 дней. Урожайность с одного куста может доходить до 25 плодов за сезон. Выбрать самый спелый и сочный можно по характерному хрусту при сжатии арбуза. Зрелость ягоды специалисты советуют определять и по внешнему виду. У арбуза должен быть зеленый хвостик. Это однозначно должен быть, потому что он свежесобранный арбуз будет. И у него должен быть яркая полоса, сгоревшая, белая полоса. Чем арбуз больше, тем он лучше. Потому что на одном корне растет 5-6 арбузов. Кто успел, тот вырос. Кто не успел, тот остался маленький. Бытует мнение, что самые вкусные арбузы появляются в конце сезона. Но это ошибочно. Как раз самая сладкая ягода в первом урожае. В этом году арбузный сезон начался уже в июле. Но, по словам фермеров, рекордный урожай вряд ли соберут. Засушливая погода внесла свои коррективы. Однако сочной южной ягоды точно хватит всем. Насладиться ей можно будет до конца сентября. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Продолжение следует...